В эфире канал ЛТС «Итоги недели» в студии Николай Сальников. Здравствуйте! Будем сзади. Самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей коротко о том, что взволновало жителей региона в эти семь дней. С одной стороны перепады температур могут пойти на пользу. Днем тает, вечером подмораживает. Все это происходит постепенно. Проблема находится под снегом. Промерзание почвы выше нормы. А потому в случае наступления плюсовых температур вода может пойти по верху, по земле. Свои сюрпризы способен преподнести и паводок на Алтае. Только одна десятая таксистов в Новосибирске работает легально. Сегодня народный контроль с участием сотрудников ГИБДД, налогово, Минтранса устроили проверку. Какие нарушения выявили и насколько безопасно пользоваться услугой такси в столице Сибири? Одна из главных спортивных достопримечательностей Тюмени и, соответственно, девяток всероссийских зимних сельских спортивных игр. Это, естественно, центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Огромный комплекс, на котором проходят этапы Кубка Мира, Кубок Европы. В ночь с 20 на 21 марта солнце перешло из южного полушария Земли в северное. День стал длиннее ночи. Началась астрономическая весна. Вообще, весеннее равноденствие – настоящий праздник во многих культурах, который символизирует начало новой жизни. В Новосибирске аграрии на минувши недели начали подготовку к посевной. В предстоящем сезоне полевых работ увеличит площадь пашни. Из областной казны готовы оказать дополнительную финансовую поддержку для выращивания ряда сельхозкультур. Для стимулирования производства масличных культур из средств областного бюджета предоставляется сельхозтоваропроизводителям дополнительная поддержка. Объем выделенных средств по данному направлению составляет 50 миллионов рублей. Вот это направление прогнозируется сохранить и на последующие годы. Тренд на увеличение посевов затронет яровые культуры, а также технические – рапс, лен, подсолнечник, соя. Площадь обработанных полей увеличится на 38 тысяч гектаров. К началу посевной аграрии практически готовы. Лишь немного отстают подзаготовки семенного фонда Ордынский, Качковский и Чистозерные районы. Сама компания войдется в 7 миллиардов рублей. Основные затраты на удобрения, семена и запчасти для сельхозтехники. Несмотря на то, что мы по основным показателям видим готовность выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, некоторым районам и хозяйствам, конечно, нужно подтянуться. Могу констатировать, что ход подготовки посевной в Новосибирской области находится на достаточно высоком уровне. Кстати, тема сельской жизни на ушедшей неделе была очень актуальной. Губернатор Андрей Травников посетил сразу несколько районов. Почему жилой дом в Барабинске, построенный всего 4 года назад, из новостройки превратился в аварийный? И что построили на месте старого ветхого здания в поселке Чины? Подробности и визита главы региона в райцентры на западе Новосибирской области. В сюжете Дмитрий Иванова. Снаружи нарядный сайдинг, а за ним стена, которая может обрушиться. В новую двухэтажку на улице Льва Толстого 19 семей из ветхого жилья переехали в декабре 2014. Но радость была недолгой. Зоя Рыбина десятилетиями мечтала о комфортных условиях. Но, как выяснилось, один аварийный дом сменила на другой. По поручению губернатора специалисты проведут экспертизу. Если после нее дом признают аварийным, жильцов переселят в другие квартиры. Жители уже за эти годы натерпелись всяких неудобств. Комиссию собирайте. Если есть основания для расселения дома, дом будем расселять в этом году. С компанией, которая сначала построила дом с дефектами, а потом их не исправила, разбираться будут в суде. В Чановском районе губернатору продемонстрировали другой пример. В поселке Моховой в 400 километрах от Новосибирска снесли аварийный дом, построенный полвека назад. Помимо квартир в нем был и фельдшерско-акушерский пункт. Теперь на месте старого дома новый ФАП, в котором есть и квартира для фельдшера. Здесь будет детская. А здесь? Здесь зал. Ну а там? Ну а там кухня, ну и ванна. То есть двухкомнатная квартира? Да. Олеся раньше работала в районной больнице, до которой из своей деревни добиралась 50 километров. Теперь до рабочего места несколько шагов. ФАП это своего рода мини-поликлиника, где работает один врач. У фельдшера здесь есть кабинет и регистратура. Это кабинет приема пациента, где им измеряют давление и ставят диагноз. А здесь процедурный кабинет, где уколы и перевязки. В Моховое, поселок рядом с федеральной трассой, озером и санаторием сейчас переезжают семьями. Только за последний год появились две новых улицы. Поэтому и ФАП здесь как нельзя кстати. В вашей деревне, наверное, действительно это своевременно, потому что деревня растет. Слава богу, детишек прибавляется. Дай бог на здоровье всем это. Чтобы, как я вот фельдшеру подсказал, работы побольше, но работы на профилактику. Чтобы лечить поменьше, а больше профилактики. Ну будем стараться, конечно, все так. Сельский фельдшер часто один на несколько деревень. В любое время принимает пациентов, в любую погоду выезжает на вызовы, лечит простуду, травмы, принимает роды. В Новосибирской области сейчас работают около тысячи ФАПов. И планируется строить примерно по 30 фельдшерских пунктов в год. Дмитрий Иванов, Оксана Тимошенко, Дмитрий Злобин. Итоги недели. Новосибирская область в списке регионов со сложной паводковой обстановкой. На минувшей неделе глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, в ряде регионов, включая наш, есть вероятность образования опасных заторов льда при вскрытии рек и подъеме уровней воды. В зоне риска Карелия, Башкирия, Якутия, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Саратовская и Тюменская области, а также юг Камчатского края. Например, на территории Алтая и в Новосибирской области от предстоящего паводка могут пострадать около 300 населенных пунктов. В зоне подтопления около 600 участков автодорог и более сотни социально значимых объектов. Новосибирские дорожники уже вовсю готовятся к большой воде, чистят обочины, водопропускные трубы. Подробности далее. С одной стороны перепады температур идут на пользу. Днем тает, ночью подмораживает. Это происходит постепенно. Проблема под снегом. Промерзание почвы выше нормы. А потому в случае наступления плюсовых температур вода может пойти поверху, по земле. Свои сюрпризы способны преподнести и паводок на Алтае. Из-за ранней весны ход воды можно ожидать в первой декаде апреля. Проблемными реками в нашей области считают Карасук и Ню Тартас. Уровень притоков Аби способен подняться почти до трех метров. Осадки будут больше нормы на юге, юго-востоке. Это Алтайский край, Республика Алтай и Кемеровская область. Оттуда идет весь водосбор снеготаяния. Осадки будут в виде мокрого снега и жидкие осадки в виде дождя. А это еще хуже. То есть они будут разбавлять и так насыщенный влагой снег. В ближайшее время начнут взрывные работы. Авиапатрулирование. Подготовлены пункты временного размещения жителей. Уже началась распиловка на территории области, расчистка русел рек от растительности, проверка пропускных различных сооружений. Главная опасность в том, чтобы первая волна паводка не совпала со второй, бурным таянием снега в Алтайских горах. Сегодня мы должны предпринять шемеры для того, чтобы снизить эти риски. Это и чистка противопавоками, это и чистка русел рек, это и мониторинг, авиационный мониторинг в том числе. Ну, как правило, готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Но самое главное, чтобы это нас врасплох не застало. Сейчас группа гидрологов исследует толщину снега на Семинском перевале. Тем временем на региональных трассах Новосибирской области ежедневно работают грейдеры. Задача – очистить обочины. Чтобы с наступлением оттепеля талая вода не разрушила полотно, снег сдвигают на несколько метров. Одновременно работают две машины. Второй обязательный этап противопаводковых мероприятий – очистка водопропускных труб. Незаменимый помощник в этом случае – экскаватор. Выдвижная телескопическая стрела позволяет убрать снег, не съезжая с проезжей части. Правда, без ручной работы не обойтись. Там, где ковш не достает, орудует лопатами. В области почти 13 тысяч километров дорог, которые необходимо подготовить к поводку. Снегозапасы, которые у нас отмечены на территории Новосибирской области, позволяют нам прогнозировать спокойный паводково-опасный период. И надеюсь, что мы обойдемся без серьезных разрушений. Если все-таки дорогу затопят, на оперативное восстановление проезжей части уже заготовлены железобетонные и металлические трубы. И сотни тысяч тонн щебня и песка. Заготовлен щебень, машины выехали, высыпали, разровняли, проезд дали. То есть население пользуется дальше автодорогами. На сегодня дорожники выполнили 90% плановых работ. Ежедневно на дорогах задействованы больше 300 единиц спецтехники. Закончить подготовку должны до конца марта. Сергей Толмачев, Александр Попов, Андрей Баев, Александр Ведерников. Итоги недели. Количество ветких и аварийных домов в Новосибирской области занижено. Об этом заявил член Общественной палаты России Игорь Шпектор. Напомню, в январе в этой студии такие же выводы озвучил один из экспертов строительного рынка Илья Поляков. Суть проста. Муниципалитетам невыгодно ставить старые дома в реестр непригодных для проживания. Потому как тут же возникает обязательство расселять жильцов. И вот тема получила продолжение. Экс-мэр Воркуты, президент Союза Северных Городов, бывший главный инженер теплоэнергетик, провел в мегаполисе совещание по проблемам жилищно-коммунального хозяйства региона. По вине прокуратуры, все жилье, которое считается аварийным, занижено, значительно занижено. Мэры городов были вынуждены попасть в ситуацию, когда по любой жалобе гражданина прокурору приходила там жительница Мария Ивановна и говорила, у меня дом аварийный, прокурор тут же писал предписание, предупреждение, немедленно из аварийного дома переселить. Переселять некуда. И мэры городов были вынуждены занижать количество аварийного жилья. Игорь Шпектор попросил в течение двух-трех недель представить ему справку о реальном количестве аварийных домов в Новосибирской области. Имея объективную информацию, в федеральном центре пересмотрят объемы финансирования на расселение и снос ветхого жилья. В то же время член общественной палаты отметил, в нашем регионе успешно решают ряд вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Меняют лифты в многоэтажках, собирают батарейки для утилизации и переработки. Но есть и проблемы. Например, фасады зданий в неудовлетворительном состоянии. В некоторых жилмассивах управляющие компании бездумно тратят ресурсы собственников квартир. В ходе визита в регион Игорь Шпектор побывал в микрорайоне Матрешкин двор, что на улице Петухова. И удивился, что фонари горят даже днем. В продолжении темы городского хозяйства. Новый генеральный план архитектурного развития. Разработчики готовят цифровой документ, совмещенный с топографическими и кадастровыми картами. А также 75 районных проектов застройки. Это все совместить с тем, чтобы угол координата угла поворота на всех четырех информационных графических слоях совпадало точка в точку. Это сделать очень сложно на самом деле. Мы постараемся до конца года вам продемонстрировать вот такой материал. И впервые город Новосибирск в конце года получит генеральный план не на бумаге, а в цифре. Генплан подразумевает снос целых кварталов частного сектора и ветхих бараков. Архитекторы отмечают, за последние годы жилья вводили очень много, а социальная инфраструктура отставала. В ближайшем будущем эту проблему будут активно решать не только в Новосибирске, но и в районах области. Под Новосибирском испытывают уникальную энергетическую установку. Мощный накопитель электричества. Сферы применения от добывающей до машиностроительной промышленности. Проект реализуют по заказу Роснано. Подробнее расскажет Константин Клещин. В сердце этого полигона два контейнера. В одном сотни аккумуляторов, в другом электроника. Установка накапливает энергию большой мощности и отдает тогда, когда возникают резкие нагрузки. В итоге система работает ровно. Все на ухаву, весь инновационный облик этого устройства, это, конечно, алгоритмы. Алгоритмы, которые позволяют обеспечить накопление электрической энергии, это самый важный фактор, самый главный функционал. Но, кроме всего прочего, данное устройство обеспечит еще и повышение качества электрической энергии в статических и динамических режимах. Накопитель может быть полезен в добывающей отрасли, на промыслах, где электричество вырабатывают самостоятельно, газовыми или дизельными силовыми установками. Они зачастую не выдерживают нагрузки и выключаются, когда идет запуск мощных буровых станков. Нагрузки нивелирует новосибирская техника. Она автоматически добавляет в замкнутую систему накопленную электроэнергию и опять ее копит. Если разобрать эксперимент, то можно найти долю комичности. Суть в том, чтобы отапливать улицу, за моей спиной стоят мощные колориферы. Эти обогреватели имитируют возникающие нагрузки, а накопитель подставляет плечо этой замкнутой автономной системе. Экспериментальная площадка работает уже почти месяц. Те газопоршневые установки, которые у меня за спиной, они практически аналогичны тем, с которыми наша установка будет штатно работать на месторождении. И поэтому те эксперименты, те опыты, те испытания, которые мы сейчас проводим, они по-настоящему для нас бесценны. Накопитель большой мощности проект по заказу Роснано. Научное обеспечение делает государственный технический университет. И сибиряки гордятся тем, что это все плод трудов именно молодых специалистов. Сейчас идет подготовка к серийному выпуску продукции. По мнению экономистов, через пять лет в стране будет бум на такие энергоустановки, особенно в сфере добычи ресурсов. Речь о сотнях накопителей в год. Константин Клещин, Алексей Баженов. Итоги недели. И в продолжение темы внедрения научных разработок в массовое производство. Исследования на молекулярном уровне, как залог выявления и лечения таких тяжелых недугов, как рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ведущие микробиологи, биофизики и химики новосибирских исследовательских институтов и лабораторий собрались на симпозиум, чтобы понять, как внедрить результаты в практическую медицину. Тему продолжит Андрей Баев. В зале узкий круг специалистов. Тема симпозиума, организованного в технопарке Новосибирского академгородка по инициативе АФК-система, генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека. Сегодня, говорят ученые, молекулярные исследования в авангарде гонки медицинских технологий. И крупные частные инвесторы приходят на этот растущий рынок. Я считаю, вызов для России. И надо создавать свои программы для реализации тех задач, которые есть. Нужна адресная государственная программа с адресным финансированием тех лабораторий, тех учреждений, тех институтов, которые занимаются данной программой. В лаборатории экспериментальной хирургии клиники Мишалкина уже проводят доклинические испытания биологического заменителя кардиостимулятора. За ритм сердца отвечают определенные клетки, пейсмейкеры. Их-то и научились воспроизводить в Институте цитологии и генетики. Теперь ученые вместе с медиками должны доказать безопасность метода. Мы провели несколько пилотных экспериментов на животных, когда подсаживали эти клетки уже в работающее сердце. Мы посмотрели, что эти клетки работают, что они генерируют тот потенциал действия, на который мы надеемся. Но сейчас мы работаем именно над масштабированием этой технологии. Потому что одно дело, если мы делаем эксперимент на маленькой мышке весом 40 грамм, а другое дело, если мы должны в финале сделать кардиостимулятор, биологический кардиостимулятор, который должен работать у человека весом, например, как я, около 100 килограмм. А в другой новосибирской лаборатории специалисты ищут причины возникновения тяжелых заболеваний человека и определяют, как именно воздействует тот или иной препарат. Попытаться найти на молекулярном уровне, что же поломалось, либо в белках, либо в метаболитах. И по всему миру идет огромный рост экспоненциальный исследований в этом направлении. То есть люди стали понимать, что где-то здесь можно найти какие-то основы, молекулярные основы заболеваний многих. Чтобы эти и другие прорывные технологии генномолекулярной инженерии внедрить в медицину, говорят ученые, необходимы серьезные финансовые вливания. В некоторых западных странах лаборатории подобного профиля имеют бюджеты в сотни миллионов долларов. АФК-система – это инвестиционная компания, которая старается инвестировать в инновационные и технологичные проекты. А мы, как инвестиционная компания, будем стараться совместить научную составляющую и бизнес-составляющую для достижения максимального результата. Ученые и инвесторы хотят выйти на абсолютно новый уровень диагностики и лечения болезни человека, чтобы лекарства не только снимали симптомы, а восстанавливали организм. Андрей Баев, Дмитрий Злобин. Итоги недели. Вы смотрите «Итоги недели» на канале ОТС. Далее в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишь один из десяти новосибирских таксистов работает легально. Кому пассажиры доверяют свои жизни и здоровье? Многодетной семье в Искитинском районе в порядке очереди выделили малопригодный для проживания дом. Часть жилплощади приходится на грязный антисанитарный подвал. В Тюмени прошли всероссийские сельские игры, как выступили наши. В сводках дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске постоянно фигурирует такси. В последние несколько месяцев ситуация конкретно обострилась. Шашечки взлетают на бордюрах, сносят заборы и врезаются в другой транспорт несколько раз в день. По сути, слова «безопасность» и «такси» стали антонимами. Но в шедшей неделе за проверку перевозчиков взялись депутаты. Нарушений масса. С помощью мобильного приложения добровольцы вызвали такси в разных агрегаторах. Пункт назначения у всех один. Парковка возле законодательного собрания. Там их уже ждут инспекторы ГИБДД, сотрудники налоговой, миграционной службы, Минтранса и общественники. Бежать водителям некуда, поэтому в ход идет фантазия. Вы сказали, я вечером за ней приеду, твоя знакомая. Вы никакие деятельности такси не осуществляете? Нет, ничего нет. Деньги не брали? Денежные средства от данной гражданки вы не получали. Наспех выдуманные истории не спасают, как и надежда на авось, в которой, судя по всему, и жил Адильбек Арсенбеков. Ездил со старой страховкой, без путевого листа и разрешения на работу. А почему он отсутствует? Ну, нам не выдают. А вы не спрашивали у работодателя, почему вам не выдают? Я не спрашиваю. В рамках акции попали с водителей Яндекс.Такси, лидера и один частник. По итогам проверки, ни у одного из пяти нет полного комплекта документов, которые должен иметь при себе таксист. Все они работают нелегально. Все пять водителей осуществляют перевозки пассажиров в качестве такси нелегально. Отсутствуют путевые листы, отсутствуют предрейсы в медицинские осмотры. То есть, перед тем, как сесть за руль, водитель не проходит медицинского работника, не проверяется его состояние, здоровье, а также утомленность и все остальное. А также транспортные средства, все пять не были проверены на предмет технического состояния. Плюс у одного из водителей нет разрешения на въезд в Россию. Инспекторы ГИБДД составляют протоколы, которые затем отправляют в Министерство транспорта региона. Там и будет решаться судьба нелегальных таксистов. Кстати, ответственность за все названные нарушения понесут водители, не компании. Общественники такому беспорядку в отрасли не удивляются. Говорят, виновата само государство и законодатели. На бизнесменов оказывают большое давление. Вот они и вынуждены юлить. То же самое 54-й федеральный закон, который у нас сейчас с 1 июля начнет действовать, это применение онлайн-касс в такси. Они вынуждают все больше и больше легальных перевозчиков уходить в тень, потому что они несут большие расходы по установке какого-то оборудования. А нелегальные водители такси как занимались деятельностью, так и продолжают заниматься деятельностью. По последним данным, в Новосибирске с разрешением работает чуть больше 2000 таксистов. Нелегалов в 10 раз больше. А пассажиров, которые проверяют документы у водителя, прежде чем отправиться с ним в поездку, наверняка единицы. Елена Мирошниченко, Александр Егоров. Итоги недели. А сейчас отдельно взятый, но совершенно показательный случай, как многодетные семьи в Искитимском районе предоставили жилье в рамках госпрограммы. Сразу скажу, государство как субъект отношений здесь не стоит считать обвиняемым. Деньги из бюджета выделили в срок и в полном объеме. Но вот организовали покупку жилья для нуждающихся крайне халатно, скажу даже больше, позорно. Подробности вы узнаете из сюжета, но суть обозначу сразу. Многодетные семьи за три с лишним миллиона рублей приобрели старую халупу, которая в реальности не стоит этих денег. Кто присосался к государственному финансированию, обманув ячейку общества с пятью ребятишками? В апреле прошлого года семье Сероевых в Искитимской администрации сообщили. Подошла очередь на жилье. Можете подыскивать вариант для проведения торгов. Вдохновленный отец пятерых детей вскоре нашел квартиру. Однако всего за два часа до завершения аукциона выяснилось, что прописку искитимцы получат в частном доме на заводской 65. В фундамент разваливаться, кровля, кровля старая, шифер на нее боюсь даже наступать, так как хотел снег почистить по лесу, она вся трещит, ломается. То есть, ну, все тут старое, деревянная конструкция, то есть, вон она уже вся рассохшаяся. Там неизвестно, кто, букашки, таракашки. То есть, ну, полностью дом в непригодном состоянии, я даже сказал бы в аварийном ветком состоянии дом, который под снос только и все, ну, никак дать многодетным семьям. За 3 миллиона 400 тысяч рублей представители администрации приобрели здание 54-го года постройки. Владислав Сероев недоумевает, как дом попал на аукцион. Ведь помимо плачевного состояния, его площадь не соответствует нормам для многодетной семьи. Прозрение пришло чуть позже. Принять участие в аукционе этот дом смог благодаря тому, что заявленная жилая площадь здания якобы соответствует нормативам. То есть, здесь могут жить два взрослых супруга и пятеро ребятишек. В данный момент мы находимся в помещении, которое у строителей аукциона сочли жилым. Это старый подвал, который никогда не видел ремонта. Помимо самого подвала, также с жилой площадью здесь сочли и примыкающий к нему коридор. Ну, почему бы не разместить детскую кроватку, например, вот в этом укромном уголке. Во время приемки дома семья Сероевых прямо в договоре указала, что конкретно их не устраивает. Позже эти же претензии озвучили представителю продавца. Все безрезультатно. Он мне ответил, что я тебя... Ты первый, которому не понравился многодетному этот дом, типа, и вообще дома. Я езжу везде по области, участвую в аукционе, и все многодетные семьи довольны. Кроме тебя, ты такой первый. Возможно, в этой сделке использовали посредническую схему. Журналисты созвонились с продавцами двух квартир, которые устраивали многодетную семью, но не победили в торгах. Без посредников там тоже не обошлось. Да, мне звонили. Молодой человек у меня даже где-то номер оставался. Я их так и записала. Предложили мне 200 тысяч. Вам предложили, чтобы вы заплатили 200 тысяч за то, чтобы ваша квартира победила вот в этом аукционе, да? Да, да, да. Ну, это как услуги селковские. Позвонил человек, да, который предлагал нашу квартиру, чтобы мы ее на 200 тысяч дешевле получили за нее деньги, но он будет продавать за полную стоимость. Они вам гарантию давали, что ваша квартира продастся, если вы им заплатите? Или как это было? Они говорили о том, что никто больше на аукционе не будет выставляться, кроме нашей квартиры. Мы будем победителями. Владельцы квартир ради гарантированной победы на аукционе платить по 200 тысяч отказались. В итоге в последний момент победу на торгах одержал продавец старого дома. Кстати, на протяжении пяти лет этот объект безуспешно продавался за 2 миллиона 400 тысяч рублей. А тут его сбыли с рук на миллион дороже. В чем причина произошедшего? Формальный подход местных властей? Несовершенство законодательства? Или чей-то умысел? Семья Сероевых готовит обращение в прокуратуру. А теперь продолжение истории. В день визита нашей съемочной группы к многодетной семье из администрации из Китимского района к Сероевым приехала комиссия, чтобы оценить состояние дома. Проверяющие сухо и безучастно осмотрели дом и пришли к выводу. Жить можно. Семья просто вредничает. Уже после нашего отъезда глава семейства Владислав Сероев позвонил в редакцию ОТС и сообщил, что заместитель главы администрации из Китимского района Светлана Зубарева, которая была в составе комиссии, сейчас ее фото на экране, рекомендовала семье готовиться к выселению. Так как они отказываются принимать дом, а старшая их дочь несколько месяцев назад стала совершеннолетней. И обратно в очередь на жилье по программе их уже не поставят. Вот такой лихой расклад. Впрочем, есть в этой истории еще один крайне важный нюанс, на который стоит обратить внимание. Напомню, со слов главы семейства, представитель продавца старого дома в личной беседе заявил, что участвует в торгах по приобретению жилья для многодетных семей по всей области. Так какова его реальная роль, если только на этом злополучном доме необоснованно завысили цену на миллион? Мы очень надеемся, что этим вопросом озадачатся и в правоохранительных органах. И еще один неприятный инцидент недели. В ночь со среды на четверг стало известно о пропаже ребенка в левобережье Новосибирска. На фоне официальных заявлений полиции о розыске сразу нескольких педофилов, сотни новосибирцев просто ринулись искать ребенка вместе с поисковым отрядом. Мальчик нашелся. Он просто решил разыграть близких и остался ночевать у друга. Однако то, что это розыгрыш, бабушка школьника так и не узнала. В разгар поисков у женщины не выдержало сердце. Берегите близких. В регионе стартовал 6-й Транссибирский арт-фестиваль. Артисты из Китая, Малайзии, Франции, Бразилии, Швеции, Черногории и других стран. Организатор фестиваля легендарный скрипач Вадим Репин. В рамках события впервые в Новосибирске выступит Харбинский симфонический оркестр. В расписании фестиваля и несколько громких премьер. Мировая презентация. Концерт для скрипки с оркестром Александра Раскатова, посвященный Вадиму Репину. Наряду с главной музыкальной составляющей ознаменуют и год театра. Первое в истории – концертное исполнение оперы «Тангейзер» Вагнера с видеосопровождением. Мультимедийный проект «Черт, солдат» и «Скрипка» с участием Андрея Макаревича и Владимира Познера. На сцене «Красного факела» покажут спектакли знаменитого Миланского театра «Марионеток». Концерты пройдут и за чертой Новосибирска. Искитим, Кольцова, Маслянина и Краснообск. В Тюмени состоялись девятые всероссийские зимние сельские спортивные игры. Соревнования прошли на спортивных аренах международного уровня. Там, где проходили чемпионаты мира и Европы. Где состязались самые именитые спортсмены. Участники спорили в девяти видах. Гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троебори механизаторов, троебори дойеров, палеотлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. О выступлении новосибирской команды наш спортивный корреспондент Александр Ширудилов. Действительно завершились всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени. Сборная Новосибирской области. Есть у нас, естественно, победы. В гиревом спорте первое место. Также семья Никитинах стала лучшей в соревнованиях спортивных семей в своей категории. Наши спортсмены, представители городошного спорта, стали пятыми в своих соревнованиях. Вновь заняли это пятое место, уступив обидно хозяевам соревнований в напряженнейшем поединке. Большего, наверное, ждали от соревнований механизаторов. Но, тем не менее, можно говорить о том, что наша команда выступила достойно, показала хороший результат. Рядом со мной сейчас находится главный судья соревнований Луиза Носкова. Луиза Николаевна, ну вот как вы могли бы оценить проведение и подвести итоги вот этим спортивным играм? Ну, вы знаете, действительно, наша Тюменская область проводит большое количество различного уровня соревнований, международного в том числе. Но всероссийские игры, зимние всероссийские игры, мы проводим впервые. К нам приехало достаточно большое количество субъектов Российской Федерации, их 57. Плюс еще отраслевые команды сельского хозяйства. Итого получилось 64 команды. В каком виде наибольшая борьба была, наиболее напряженной? Мы проводили эти соревнования по 9 видам спорта. И, наверное, самые интересные виды спорта – это троеборье механизаторов и троеборье дойеров. Это, наверное, самые исконные, будем так говорить, русские, сельские виды спорта. И на них, конечно, собирается большое количество зрителей поддержать свои команды. И действительно очень интересно понаблюдать за тем, как у нас профессионалы борются в этих видах программы. Спасибо большое, Луиза Николаевна. Ну, собственно, следующие уже летние сельские спортивные игры, всероссийские, состоятся в Орловской области. Будем с нетерпением ждать этих соревнований и поддерживать спортсменов в Новосибирской области. Александр Шарудила, Алексей Зубила. Специально для итогов недели из Тюмени. Из Новосибирска теперь можно вылететь в Бухару. Аэропорт Толмачева вместе с авиакомпанией С-7 открыл прямой регулярный рейс в один из древнейших городов Узбекистана, через который пролегал Великий Шелковый путь. Бухара – не только город-музей, центральная часть которого входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В архитектуре сохранился колорит эпохи Средневековья. Но при этом город становится и современным деловым центром. Это четвертое направление в Узбекистане. Бухара является популярным туристическим направлением, занимает второе место после Самарканда. Мы надеемся, что рейс будет востребован пассажирами. Рейс будет выполняться один раз в неделю по средам. Рейсы в Бухару будут выполняться на современных лайнерах Airbus A320neo. При этом для пассажиров станут доступнее удобные двусторонние стыковки в Новосибирске. Аэропорт Толмачева – крупнейший за Уралом транспортный узел, который предлагает более 2000 комбинаций стыковочных маршрутов. В прошлом году здесь обслужили 5 миллионов 900 тысяч пассажиров. Более подробную информацию о рейсах и авиабилетах можно получить на сайте аэропорта и в сети фирменных авиакасс. К другим темам. Сказочный мир на большом экране, где предметы сами двигаются, люди летают, а коты шутят остроумнее любого человека. 11 апреля на российские экраны выходит фильм «Домовой». Он вернет жанр фэнтези-комедии и объединит в кинозалах целые семьи. Лента рассчитана на зрителей старше 6 лет. Вначале ничего не предвещает беды. Мама с дочкой заселяются в квартиру в знаменитой московской высотке. Потрясающий вид из окна, много комнат. Но новые жильцы даже не подозревают, какие их здесь ждут испытания. А потом началось. Шкафы прыгают, книги летают. Полтергейст домовой живет в этом доме. И вот начинается война. Домовой, который живет в этой квартире, давно обиделся народ человеческий и готов любой ценой выжить новых хозяев. Че это? А ты еще не понял? Это наш мир. Хана вам жить. Роль хранителя очага исполняет Сергей Черков. Чтобы изобразить проделки домового, ему пришлось болтаться на тросах, съемочной группе создавать вихрь из листов бумаги и купать в ванной актрису Юлию Сулис. В картине больше двух тысяч кадров компьютерной графики. История полна волшебства и юмора. А главный весельчак – говорящий кот. Он идеально вписался в фольклорную современность. Голосом и мимикой с ним поделился актер Павел Деревянко. Это я понимаю. Новоселье. Возвращается на большие экраны Екатерина Гусева. Она исполняет роль мамы и становится одним из рассказчиков этой захватывающей истории. Не о злом существе, а о дружбе, счастье и победе добра над злом. История, скорее всего, о человечности. О том, что иногда домовой оказывается человечнее, чем люди. И он больше переживает об отношениях, чем мы сами. Фильм выходит в прокат 11 апреля. Вы когда-нибудь видели домового? Приходите посмотреть. Елена Мирошниченко. Итоги недели. Так прожил эти будни регион 54. А мы встречаемся на канале ОТС в следующие выходные. Позитивного всем настроения и легкого начала. Новая неделя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова